В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В микрорайоне пригород Лесное продолжается строительство поликлиники на тысячу посещений в смену. В настоящее время выполняются внутренние отделочные работы. Продолжается работа по прокладке внутренних инженерных сетей. В историко-культурном центре открылась выставка декоративно-прикладных работ «Мишкина история». Конечно, очень интересная выставка, тем более, если дети этим занимаются. С очередным разгромным счетом завершилась игра футбольных команд «Металлург Видное» и спортивная школа Олимпийского резерва «Клин». Мы стараемся играть на ноль каждую игру, потому что это очень важно. Ленинский округ активно развивается. Вместе с этим появляются новые объекты социальной инфраструктуры. В жилом комплексе «Пригород Лесное» продолжается строительство поликлиники на тысячи мест. Работы идут в соответствии с графиком. В жилом комплексе «Пригород Лесное» продолжается строительство одной из самых крупных поликлиник Подмосковья. Она рассчитана на тысячу посещений в смену для 500 взрослых и 500 детей. Строительство поликлиники началось в мае 2023 года. На данный момент готовность объекта составляет 70%. В настоящее время выполняются внутренние отделочные работы. Продолжается работа по прокладке внутренних инженерных сетей. Завершены работы по монтажу лифтов. Завершены работы по устройству первого слоя кровли. Завершены работы по подключению нормальных сетей теплоснабжения, водопровод, канализации. Большая часть работ уже завершена. На данный момент производится обустройство кровли, внутренняя отделка помещений и облицовка здания. Полное завершение всех работ по строительству, поликлинике и благоустройству прилегающей территории запланировано на конец 2024 года. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из МВД России по Ленинскому городскому округу у одного из домов в рабочем поселке Дрожжино задержали двух уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. У одного из злоумышленников полицейские обнаружили 31 сверток с кристаллообразным веществом. В арендуемой задержанными квартире оперативники изъяли еще 140 свертков и 4 полимерных пакета с веществами бежевого и белого цветов, электронные весы, а также упаковочный материал. Наркотики при себе имеются? В каком кармане? Где у тебя наркотики лежат? Вот это, да? Согласно заключениям эксперта, изъятые вещества являются наркотическими средствами, героином и метадоном, общим весом около 500 граммов. Правонарушители пояснили, что за денежное вознаграждение действовали по указанию, поступившему через мессенджер от неизвестного лица. В их обязанности входили расфасовка запрещенных веществ и дальнейший сбыт через тайники. И закладки рядом с местом их проживания. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В Подмосковье большое внимание уделяется развитию донорского движения. Активно участвует в нем и Ленинский городской округ. За более чем 10 лет совместной работы с Московским областным центром крови в муниципалитете состоялось 154 акции, 62 из которых прошли в Видном. За это время более 5000 человек стали донорами. День донора в округе проводится 4 раза в год при содействии местного отделения общественной организации «Российский Красный Крест». Неоднократно временной станции по переливанию крови становился Дворец спорта «Видное». На данной площадке созданы комфортные условия для врачей и доноров. Также акции проводились в Колледже Московья и в Центре профессиональной подготовки имени Тенькова. Многие сдают кровь на регулярной основе и считают, что обязаны поделиться своей кровью ради спасения чьей-то жизни. Кроме того, медики отмечают, что эта процедура только положительно влияет на организм и улучшает самочувствие. Присоединиться к донорскому движению может каждый, при условии, что нет ограничений по здоровью. В историко-культурном отделе Дворца культуры «Видное» открылась выставка декоративно-прикладных работ «Мишкина история». Свои изделия представили не только мастера из Ленинского городского округа, но и из Москвы. Оценила работы наш корреспондент Юлия Стаферова. Образ медведя в культуре многих стран, а особенно в российской, занимает одно из ведущих мест. Именно этому символу посвятили выставку в историко-культурном отделе «Дековидное». На ней представлены более 150 авторских работ из керамики, дерева, текстиля, пряжи, папье-маше. Есть и винтажные медведи, которые отражают определенную эпоху. Выставку организовала руководитель галереи авторских кукол «Абажур» Ольга Новак. Здесь у нас наши видновские мастера Тачанова Наталья Николаевна, которая является педагогом в гимназии. Вот это все ее медведи. Эти все медведи в стиле Тедди. И один из медведей – это медведь Ревун, который с фотоаппаратом. Это, помните, были такие медведи, которые ревели. Ну, то есть Наталья сама разработала этот по выкройке Тедди. Она поставила вот эту вот штучку, которая ревет. Также на выставке представлены картины, которые написали дети в разных арт-студиях. Их работы достойно конкурируют с подделками взрослых мастеров. Наталья Полякова из Видного сама научилась делать фигурки медведей из ваты по видеоурокам из интернета. Сначала что-то не получалось. Но со временем Наталья освоила на отлично технику изготовления. И уже два с половиной года она мастерит маленьких мишек. И это не единственное ее хобби. И вяжем, и шьем, и кукол делаем. Ну, и так что-то, какие-то панно, что-то, какие-то такие творческие вещи для дома. Все изделия поистине уникальны и неповторимы. И поэтому посетители выставки остались довольны. Конечно, очень интересная выставка. Тем более, если и дети этим занимаются, то вообще просто прекрасно. Выставка «Мишкина история» в историко-культурном отделе Дома культуры «Видное» будет работать до 21 июля. Приходите и посмотрите на авторские работы, которые посвящены символу России. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Подмосковье запустили цифровой сервис, который объединяет все библиотеки региона. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области. С его помощью можно онлайн найти и заказать любые книги, узнать о наличии нужного издания, познакомиться с услугами учреждений. Кроме того, появился специальный раздел «Летнее чтение», в котором созданы литературные подборки для школьников. Для доступа к порталу необходимо зарегистрироваться на сайте bibliomossreg.ru, при этом используя логин и пароль от учетной записи на госуслугах, и получить электронный читательский билет в виде бейджа. Если возникли сложности, то за помощью можно обратиться к сотрудникам библиотеки. С очередным разгромным счетом завершилась игра футбольных команд «Металлург Видное» и спортивная школа Олимпийского резерва «Клин». Встреча проходила в рамках чемпионата Московской области. Три раза за игру над футбольным полем разлетался победный крик. И каждый раз после того, как видновские футболисты забивали очередной гол ворота соперника из подмосковного клина. Судя по всему, вместе с мотобольной командой «Металлург» у жителей Ленинского городского округа появился новый объект для спортивной гордости – футбольный клуб «Металлург Видное». Из семи игр чемпионата видновчане только одну сыграли в ничью. Во всех остальных уверенно победили, не давая сопернику шанса забить ответный мяч. Это большая заслуга обороны всей команды. Начинает от нападающих. У нас оборона начинается от нападающих до воротаря. Мы стараемся играть на ноль каждую игру, потому что это очень важно. Это и дает уверенность в дальнейших играх. Таким образом, после восьмого тура наши ребята по-прежнему занимают лидерские позиции в турнирной таблице, уступая только одно очко футбольному клубу «Красное знамя» из Ногинска. Очная встреча двух сильнейших команд состоится 8 июня. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok